А вот Херсонская, например, здесь мы сейчас с чувством, с толком, с расстановкой, тщательно, каждый кусочек. Антонский мост, наверное, ты видел? Да, конечно, конечно. Где, как швейцарский сыр, натыкали дырки. Видели. Есть закрытый указ президента, российскому корреспонденту присвоили, который все это снимал, присвоили звание Героя Украины. Да ладно, сейчас люди серьезно вас примут. Да нет, я шучу. Внимание, внимание, это шутка. Так вы говори, это шутка, мы прикалываемся. Мы прикалываемся, да, но он сделал... Нас проклянут, вот скажут, Арестович взял Героя, дал российскому подминтовому этому... Он заслужил Героя, молодец парень. То есть он навел повторно на... После войны, нет, он дал результаты огневого поражения, это очень важно. Ну да, да, да. Причем профессионалы, которые по мостам, которые специалисты по строительству мостов, уничтожению мостов, очень радостно потеряют ручонки, потому что он знал перебитые там какие-то натяжные балки, что-то еще. Ему сегодня ночью на швабре кататься, между прочим. Ну что ты, на лубянке вот сейчас посмотрят, и он прямо отполирует его. Я хочу к нему обратиться, дружи. Знай, когда пойдет путинский режим, к минимуму почетную гработу ты получишь. А я видел его репортаж, видел, да, видел. Да, молодец. И тут же последовало закрытие моста на проверку, потому что тяжелую боевую технику уже не запустишь по нему. Это выглядит так, как пристрелка, понимаешь? Такое ощущение, что ВСУ пристреливает этот мост в ожидании наступления, и нужно его уронить. Это не пристрелка. А что? Работа на уничтожение. На воспрепятствование, это даже не уничтожение моста, на воспрепятствование движения грузов, вооружения, военной техники и живой силы. Там, конечно, остался железнодорожный мост, там, конечно, осталась Новокаховка, но мы же показали, ребята, все это под огневым контролем ВСУ. Ну вот смотри, ведь вот эти удары, что о них можно сказать? Это же хаммерсы были использованы для ударов два дня подряд. Да кто его знает? Понятно, хорошо. Но это дырки. Это дырки, это что означает? Что мост выстаивает или отверстие? Ну хорошо, ладно. Ну дырки-то сам, знаешь, там ближе. Ну неважно. Смысл в том, что мост выдерживает эти удары или это так надо? Так не работает. Он, конечно, слегка выдерживает, но фишка в том, что его эксплуатировать нельзя. Понимаешь, да? А еще две-три таких ночки, посмотрим, что сегодня утром будет. И, глядишь, совсем нельзя будет эксплуатировать. Так, если вот его, например, нельзя эксплуатировать, а по Каховскому вот этому ГЭС там... Ну, по Каховскому это дамба, ее так просто не развалишь. Да, не развалишь так. Там можно взять под огневой контроль все, что движется. Короче, как только оно двинулось, по нему полетело. И желающих двигаться будет все меньше. А самое главное, это крайне усложнит это движение. Потому что там надо рос, пьет отдельными машинами по ночам, там где-то пытаться, ля-ля-ля. Представь настроение водителей. Ты выезжаешь и думаешь, господи, боже мой. А ведь это билет водителя. Ну, вот и конец, и радостью 50 на 50. Короче, российские военные водители и российские военные кладовщики – это становится самой опасной профессией. Ни спецназ, ни пехота. Вот, опять же, лазурная. Ну, все у нас гордо радуются, что мы уничтожили там сверхсовременную российскую радиолокационную станцию «Подлёд». «Подлёд» – это станция, которая обеспечивает целеуказание для комплексов С-300 и С-400 по низколетящим целям и малогабаритным, грубо говоря. Элементы поражения, беспилотники, всякое такое. Сберегая эти комплексы. Это её создавали по результатам налётов на «Химимим», когда небольшой рой дронов доставлял неприятности российской базе военной и так далее. Она действительно сверхсовременная, но сенсация заключается в том, что это третья минимум станция уничтожена. Не первая, многие просто не знают. Две предыдущие уничтожены в Черноборевке. Гарантированно уничтожены две. По некоторым данным ещё больше, но я могу за две сказать точно, вот это уже третья. Их, в принципе, немного на вооружении вооружённых сил Российской Федерации. Три из них уже сточили. Там же накрывают склады, в Акаховке накрыли, да, по уточнённым данным, от удар по новой Акаховке по позиции ПО, помнишь, я говорил? Там уничтожили РЛС, там уничтожили С-300, по некоторым данным, босковую установку. И там уничтожили какие-то там склады ракет, тоже ещё дополнительные. В общем, счастье полные штаны. Военные профессионалы могут, да и просто люди с логикой, могут обратить внимание вот на что. Сначала поражали склады, сейчас пошла работа по ПО и по путям сообщения. Всё это, транспортная инфраструктура, означает очень хорошую, замечательную вещь. Российская группировка на правом бережье становится всё мягче и мягче. И мы так уже как котлетку её поворачиваем и думаем, ну держи её, с какой стороны её начинать кусать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...